Доброе утро! В эфире новости с вами Владимир Токмаков и перейдем к выпуску. Митинг-концерт «Едут новоселы» провели на площади у железнодорожного вокзала в Барнауле. Он посвящен 70-летию начала освоения Целины. Первоцелинников встречал мой коллега Глеб Полянский. На Целину! На Алтай! Именно так в ночь на 1 марта 1954 года первые будущие покорители Целины прибыли на поезде в Барнаул. В этом году в России отмечают 70 лет начала освоения целинных и залежных земель. Вклад Алтая составил 2 миллиона 900 тысяч гектаров пашни. Было создано 78 крупных совхозов. Труд тысяч людей, которые откликнулись на призыв партии и правительства, заложил прочную основу будущей славы Алтая как житницы Сибири. Поднимать Целину в Сибирь, на Алтай, ехали отовсюду. В послевоенные годы это было самое массовое движение добровольцев. Именно они, сплоченные общей целью, открыли новую эпоху в развитии страны и Юго-Западной Сибири, изменив таким образом ход самой истории. Благодаря трудовому героизму целинников, миллионы гектаров земли удалось вовлечь в оборот. А плодородная пашня и в наши дни – это важнейшее богатство и гарант продовольственной безопасности России. Всего с 1954 по 1956 годы на Алтай прибыли десятки тысяч молодых специалистов. Большинство ехали по зову сердца, чтобы освоить новые земли и обеспечить продовольствием страну, которая восстанавливалась после войны и остро нуждалась в зерновых. В каком-то смысле эта история началась с привокзальной площади Барнаула. 70 лет назад эта площадь дала старт преобразования Алтайского края, как на полях, так и в социальной сфере. Это еще один пример, когда четко поставлены задачи, молодежь откликается, и любые задачи решаются по плечу. Трудно сегодня себе представить вот то количество людей, которое одномоментно приехало в наш регион. И сегодня труженьки аграрного сектора Алтайского края с честью и достоинством продолжают то, что начали первоцелинники. За освоение целины почти 13 тысяч человек награждены орденами и медалями СССР, а 18 механизаторов были удостоены звания Героя социалистического труда. Уже в 1955-м Алтай стал одним из крупнейших поставщиков пшеницы, а в следующем, 1956-м году, собран рекордный урожай – более 7 миллионов тонн зерна, за что край награжден орденом Ленина. Второй орден Ленина регион получил в 1970-м. Глеб Полянский, Денис Кузьменко. Новости. Известный фермер, блогер и сыровар Олег Сирота встретился со студентами и преподавателями Алтайского государственного аграрного университета и Международного колледжа сыроделия. Гость аграрного университета рассказал об успешности импортозамещения в России по сырам и об экспортных возможностях аграрного бизнеса. Особенно он при этом отметил Алтайскую школу сыроварения. Алтайские сыры для нашего предприятия серьезные коллеги и конкуренты, мягко скажем. Сыроварение бурно развивается, у нас хорошие темпы роста по стране в целом и у нас действительно есть хорошие заявки от алтайских сыроваров. По ассортименту я бы сказал, что далеко не каждый регион нашей страны, не каждый, даже очень крупный город. И в Москве такой полки далеко не везде встретишь по сырам. То есть здесь действительно есть прям, ну, с чему получиться, есть что посмотреть. О традиционных семейных ценностях рассказывают документы новой выставки Государственного архива Алтайского края «Все начинается с семьи». Первый раздел выставки «Семья как ячейка общества и опора государства» показывает отношение к семейным ценностям со второй половины 18 века и до конца 20-го. Здесь представлены документы из фондов канцелярии Колывана-Воскресенского горного округа и более современных источников. Во втором разделе «Здравствуйте, мои родные!» можно увидеть личные письма периода второй половины 19-го и 20-го веков. Экспозицию можно увидеть в выставочном зале Государственного архива Алтайского края по адресу улица Анатолия, 72, 5-й этаж. Возрастные ограничения 18+. На этом у меня все. Желаю вам хорошего дня. Не переключайтесь.